На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Влада Абрамова. Здравствуйте! В Минске стартовал учебно-тренировочный сбор сборной команды Беларуси по футболу. Возраст члена в сборной до 19 лет. Команда продолжает подготовку к отборочному этапу чемпионата Европы. В распоряжении тренерского штаба 21 футболист. Среди вызванных игроков полузащитник гомельского локомотива Дмитрий Нижник. В рамках учебно-тренировочного сбора команда проведет два товарищеских матча с двумя клубами. 8 июля с Ислачью и 9 с Минским Динамо. Отборочный этап чемпионата Европы пройдет с 6 по 12 октября в Венгрии. Соперниками беларусов, кроме хозяев, станут сборные Австрии и Эстонии. Две лучшие дружинные квартета получат путевку в элитный раунд. Константин Рудинок перешел из реческого спутника в Солигорский шахтер. Голкипер подписал контракт до конца текущего года. Рудинок в воспитании гомельского футбола. Начал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе «Гомель». В Беларуси также выступал за «Нафтан», «Динамо-Брест», «Слудск», «Ислач», «Динамо-Минск». Также успел поиграть за границей. На протяжении двух лет выступал за российский «Армавир». Дмитрий Рябцев завершает профессиональную карьеру. В составе ВРЗ игрок выступал с 2015 года. За это время провел 157 матчей и сумел 48 раз огорчить голкиперов соперника. Дмитрий Рябцев в пять раз становился серебряным призером чемпионата страны по мини-футболу и стал обладателем Кубка Белоруссии. Хоккейный клуб «Гомель» продолжает подготовку к новому сезону. Тренировки проходят на различных спортивных объектах города. 24 июля запланирован товарищеский матч с командой «Динамо» из Санкт-Петербурга. А спустя четыре дня «Рейси» стартует в Кубке Белоруссии. Первый матч пройдет на выезде против новополоцкого «Химика». В «Гомеле» завершились поединки первенства страны по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Соревнования проходили на протяжении трех дней. Юные волейболисты выявляли победителей на песчаных площадках спорткомплекса «Луч». Представители региона показали очень хороший результат. В итоговом зачете у юношей два призовых места – второе и третье. Бронзовая награда также завоевана в соревнованиях у девушек. В результате у Гомельской области первое общекомандное место. С новостями спорта вас знакомила Влада Абрамова. Оставайтесь на «Беларусь-4».